Центр Хруничева, Усахнет Центр Хруничева, освободит более 200 корпусов завода в Филевской Пайме, включая те, где производятся ракеты, Протон. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приказа о создании комиссии по высвобождению зданий и сооружений, подписанного генеральным директором предприятия Алексеем Варочко. Согласно приложению к приказу, всего планируется освободить от производственных задач 217 корпусов, производственные цеха, административные и лабораторные корпуса, транспортные и сервисные помещения, оранжерею. Освободить помещение от производственных задач поручено в течение 2018-2019 годов. Создать комиссию по высвобождению зданий и помещений из числа сотрудников предприятия, говорится в документе. Оставляют буквально 3-4 корпуса, в том числе основной сборочный цех номер 22, где собирают ракеты, Протон, и корпус под сборку, Ангары, пояснил агентству источник в ракетно-космической отрасли. В высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей. В рамках оптимизации производственных мощностей, центр Хруничева сократит до 80% территории. Производство ракет, Протон, будет прекращено в связи с планами завершения эксплуатации носителя в 2025 году. Производство ракет, Ангара, будет развернуто в Омске. В годовом финансовом отчете, центра Хруничева, говорится, что за 2015-2016 годы освобождено 35% площадей предприятия, к концу 2018-го запланировано освободить 80% площадей. Центр Хруничева, считается самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. С 2014 года, центру Хруничева, выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет «Раскосмоса» допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей. В феврале 2018-го руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в российском центре Хруничева, ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском Южмаши. Подписывайся, перейти в мою ленту «Новость» размещена на сайте вседоски.com Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлению. Как продать быстрее Размести объявления сразу на «Все доски» объявлений с помощью сервиса «Все доски.com»